Так, вот посмотрите, идём мы всё по этой дорожке. Идти прилично. И вот такая вот красота вокруг. Вот такие пейзажи. Народа мало. Слияние с природой. Всё, открывается тут. Красота какая-то. Ух ты! Шикарно! Это что такое? Пески? Да? Как красиво! Почему никто не купается? Очень красиво, конечно. Люди, это шикарно! Это просто шикарно! Там вот белый песок, мы туда идём. Здорово! Лошадей и ослов я не люблю кататься. На ослах. На ослах. На осле-то прикольно. Ну? Типа это лошадь. На лошади-то неинтересно. Вот на осле, да. Очень красиво, да? Вообще. Господи, это вообще нереальность. Боже, это нереальность, люди. Я такого не видела. Это нереальность. Вы посмотри, Юля. Я такого не видела ещё. Это вообще... Обалдеть! Обалдеть! Просто невероятно! И там люди купаются. Это шикарно! Я таких островов даже не видела. Так, спускаемся. Спускаемся к этой красоте. Так это тут... Это круто спускаться-то, я хочу сказать. Вот этот участок. Тут весь разная высота. Наши ждут нас. Так, всё, спускаемся. Главное, обувь удобную одеть. Потому что, если в каких-то шлёпках, знаете, камни туда попадают. Там дети сказали аккуратнее. Обрыв. Какой-то, видимо, жуткий. Ну, с маленькими детьми-то тут, знаете, это... Не отдохнёшь. Вот так вот, скажем. Да, но если он уже ходит, это, знаете, тут вообще очень страшно. Да. Не для него. Да. Это вообще вся бы издёргалась. Мончик, посмотрите, какие обрывы жуткие просто. А если бы заревел, не захотел идти, представляете, вот по таким вот камням тащить его. В общем, это опасно, очень опасно. Вон, видите. Экскурсия уже для взрослых таких людей. Что? Смотрите, там место нам, где остановиться. Ужас, тут обрыв жуткий. Аккуратно вообще. Мам, подожди. Так, давайте это. Ужасно тут. Так-то когда ступеньки-то ничего. Нет, да, главное, чтобы голова не закружилась. И у кого, кто боится высоты очень сильно, это вообще экстрим. Это я, это я. Ну, ты нормально держишься. Нет, я боюсь высоты, но как-то тут нормально. Всё, почти спустились. Такой белый красивый песок. Такая красота. Ну, тут, конечно, весь день мы проведём. Мы хотели на розовый пляж ещё поехать, но это уже завтра. Чудесное, конечно, место. Рыбки вот здесь плавают. Всё, я фотоаппарат сейчас там оставляю. И вот так вот будем отдыхать. Вот здесь на мели лежать. Вон там купаться в голубизне. Наслаждаться солнышком и красотой вот этой. Шикарно, конечно. Туалеты здесь есть. Вот они. Так, довольно-таки далековато. Потом вот здесь напитки можно купить. Раздевалка. Ну, лучше всё на себя сразу одеть, чтобы туда не ходить лишний раз. Про лежаки. За два лежака и зонтик мы заплатили 9 евро. Козёл уйдёт к нам. Ничего у него рогата. На пляже. Видишь, а где у нас апельсиновые-то эти? Корки-то. Давай ему. Мам, где апельсиновые корки? Гость пришёл. Где апельсиновые? Где апельсиновые корки? Вот, Ань, дай, дай, дай. Илья, иди-ка. Иди сюда. Такой красивый он. Так, всё. Вот сейчас нам предстоит обратный путь. Это вот туда, вот туда. Вот туда, вот туда, вот туда. Всё подниматься. Это нелегко. Вот сюда приезжает вот этот вот круиз. И люди тут отдыхают 3-4 часа. Но это сколько стоит денег, я не знаю. Видите, кто с воды приезжает. А с машин вот отсюда приходят. Народу вообще очень мало. Всем хватит места. И на пляжи под зонтиками и купаться. Вот сюда. Ю-ю. Машин. 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Илья, дай тоже телефон, пожалуйста» «На повороте» «Мам, подождите, я скорбью, мама» «Ой, как лезут» «Подождите, мама» «Ничего себе» «Не видно, знаете, потому что свет» «Илья» «Мам, давайте пять минут постоим» «Телефон дай, пожалуйста» «На» «Ну всё, Илья, приветствую тебя у нас» «Мам, подождите, мам» Там машина, но что же мы на повороте-то? Чё, мам, я не сфоткал. Ты сфоткала, мама? Да сфоткали. А, там машина, блин. Ну, конечно, мы сейчас все... Да, конечно, давайте. Ну, что вы это, на повороте? Да ладно, тут же полно места-то объехать нас много. Ну, а там американские горки. Пусть-пуск. Крутой. Крутой. Сколько это я дорога летит, чтобы заспутили на первом месте. А, какое-то страшновато. Красиво. Былосипедисты на такой дороге. Это сейчас верится. Набрали провизии, да? Чё, вы там чипсов набрали, ерунды всякой. Я не брала чипсов, я только печеньки. Я набрала чипсов. И всякие пальцы. Всё, сегодня мы поехали на другое побережье. Это мы поедем на розовые пески сегодня. И вот совершенно в другом направлении. Взяли, продлили машину ещё на два дня мы. Вот мы здесь живём. И вот так вот вниз мы поедем. И по тому берегу, и до розовых песков там. Все оделись у нас, нарядились красиво. Да, все набрали одежду. Да, вкусная что ли? Астрийская капучино. Да? Да. Я взяла какое-то. А, я Джакоб взяла. А моё-то чё-то баба забрала? Капучино, а чё твоё? Слушай, а чё? Всё, моё-то кто? Не знаю, вот тут что-то ещё. А вот это вот тебе, Илья, предлагаю. Держи, Юля. Мама, ты взяла зарядку? Нет, не взяла. Ну да, это попробуй. Нет. Это Джакоба? Вот это заехать, да. Так, мы вот сейчас едем в направлении розового пляжа. Вообще, тут такие серпантины. И всё закладывает уши уже. Это очень высоко. Вот по тем, вот дорогам мы сейчас поедем. Видите, там вот что-то двигается. Вот по этим. Вездны тут такие у нас. В общем, непростая дорога, я хочу сказать. Новичку тут будет страшно ехать. Нет, вообще, да ты посмотри, такие насыпи. И мы едем, вот представьте, вот эти камни валяются. Это не все падают сверху ведь. И тут большой шанс. Знаете, если на вас нападет камень? И тут большой шанс, если на вас нападет камень. Ну, конечно. Нет, у них видимо это. Вот Юля говорит, оказывается, в Сочи вот такие же горы, когда едешь. И они их сетками все. Ну, что ты там сигналишь, что не можем ехать быстрее. И они натянуты сетками, чтобы вот эти камни не падали. Так, вот так сеткой придерживаются. Да, да, да. Вон, посмотри, что они тут бегают, идти по равнице. Да, вот санкопорта, когда сочинцы. Вон, они тут ходят вообще в стаями по горам. Вон, что, очень красиво, конечно. Да, мы сейчас едем, и у нас первый день лета на Урале выпал снег. Мы тут наслаждаемся теплой погодой. Солнце, день чудесный. Да, нам позади сказали, мороз и солнце, день чудесный нам вали. Калерия, салитан, не будет. А, да. Смотрите, поля. Смотрите, как там с обрывом висит на обрыве. Да. Угу, обалдеть. Чего она нам наполовину висит? Да, да. Вишени висят как. У Рико, у мамы в Америке так же. Да. Было видно, как там в районе висит. Да. Очень красивая вью. У нас никакая красота. А вдруг красивая. И Даня. Она такая маленькая. Дороги очень хорошие, да. Да, папишно. Угу. Заправились еще на 20 евро. Тут так интересно, они сами выходят. Вот это работники или кто, или кассиры, которые там сидят в этих магазинчиках, сами заправляют, берут деньги, ни чеков, ничего нету. И уходят. Ты просто в машине сидишь, расплатился и дальше едешь. Вот приехали в Вимброс. Так называется местечко. И вот написано, что сюда куда-то нужно идти. Какие-то пещеры тут что ли. Смотрите, какие тут же пустые. Паркинг. Так, мы сюда сегодня не пойдем. Здесь нужно 8 километров идти пешком. Мы что-то кроссовки не взяли, или теплые кофты вообще. Как-то, знаете, не так собрались, как надо. Поэтому поедим дальше. Так, вот до этих пещер можно дойти. Хайкинг такой неплохой. Ладно, может, потом доедем сюда. Подготовленные. Так, мы едем по неизведанной дороге. Нам навигатор показывал ехать в обратную сторону. И тут вообще ни одной дороги нам не показывали. Елена сказала, поехали изучим этот маршрут без навигатора. Потому что по карте дороги показаны, а навигатор никак не показывает. В общем, мы сейчас поехали. Не знаем, может, мы упремся. В тупик и не будет у нас в пути. Но пока очень красиво и дорога хорошая. Посмотрите-ка, что. Еще тут серпантин-то. Обалдеть. И вот там красотища. Вон, видишь, камни падают прям стоят. Знаете, все, камни падают и падают. А, вот сетки, видите? Да, здесь так же. В некоторых местах, видимо, где особо обрушения идут. Вот дерево, считаете, растет, да? И за счет этого идет обрушение. Вот это же, видите, кто-то. Смотрите, сколько камней валяется. Слушайте, а это, может быть, не олени, а эти тоже, знаете, с такими как будто золотилопой? Да, антилопой. Может, антилопой. Просто вон, туннель в горе. Вот сюда уже, вот сюда уже нам навигатор не показывал путь. Все, как будто бы сюда нету сообщения. Вот тут площадка еще. Вот это вот, смотрите, нам надо было заехать. Слева смотри, надо. Да. Слева, пока, на шкафу. Надо остановиться. Вот, если это. Так, нам куда? Налево надо было, на смотровую площадку. Ну, ладно. Может, там еще есть дальше. Да, еще есть. Обратно. Показываем, по какой дороге мы сейчас поедем. Сейчас аккуратно не едем. Хорошо. Представляете? Ужас. Это просто ужас. Вот он не поехал, а мы... Кто не поехал? Вот этот. Он смотрит на красоту. Посмотрите, как красиво. Ё-моё, она была остановиться. Вышли смотреть красоту. Тут просто сносит. Да? Мы по такому серпантину ехать, это обалдеть. Вот его здесь даже не видно. Это вот так, вот так, вот мы вот так отъехали. Вообще. И как красиво. Вот так. Вообще-то. Это же такое крепкое выпадание. В общем, тут просто сносит. Давай, Юля, сфотографируй Лену. Я буду видео делать. Ой, вообще. Просто сносит. Просто сносит. Кошмар. Не знаю. Ужас. Не знаю. Лена. Ага, сейчас сейчас сдует. Люди, это вообще просто сдувает. Мам, ну сейчас, докуда едем? Да. Ага, посмотрите, что тут творится. Это такая дорога, вообще обалдеть просто. Фотография. Ой, осторожнее. Здесь не пока не очень красиво. Нет, да вон, на этом, вот этого вот хочется делать. Вот так вот. Снизу. Это видео надо, так вот здесь видео. У-у-у-у-у-у. У-у-у-у, как будто страшно. У-у-у-у, красиво тут. Вот, вот так нормально, Юля. Вон там внизу поселение. Повороты. Никто не боится. На тихой скорости. Кому на пути обгоняют, а мы осторожны. Ну, ужасно. Да я могу тут подъезжать. Ну, тут ай-трища-то, да, какое едет? Ой, давай я вот туда покажу. Вот сейчас, там уже спустимся. Смотрите, ветер какой обалдеть. А ветер, да. Просто сносит. Вот какая-то, да, туннель здесь. Там резко сейчас надо будет направо. О, у нас сейчас такой склон будет. Офигеть, да? Да. Так резко не надо. Как мне показалось. Ух ты, это такой поворот резкий, да. А, нет, это мне показалось. Прямо я хотела... Вот, что-то встретили. Красиво. Ну, так уже было. Это мы едем к Красному морю. К розовому. Крайск. Крайск, да. Вот, вообще, жесть. Американские горки просто. Потихоньку. Расслабились все эти горки. 45 градусов. Я тут трясёлся. Ой, я перешёл. Это так кажется нам. Эх, жалко. Юля забыла передать. Я расстроилась. Она хотела американскую горку 45 градусов вниз. Калиси вот по этим горам. Да. Мне кажется, поинтереснее, чем ехать по Торине. Обычно. Конечно. С Турас-Антерине. Ничуть не отличается от Санторини. Буду мало показывать. Батарейки заканчиваются. Память. Карта. Пошлите. Да, конечно. Обалдеть. Как мы сюда попали. Вообще ни на одной карте этого городка нет. Пути нет. А, до зон тебе? Просто забрели случайно. Она говорит, до зон. Тут туристы, кстати, ходят. Так, ресторанчик вот такой чудесный. Да. И мы хотим попробовать свежий рыбный суп здесь сегодня дает. Посмотрите, какая прелесть. Так, вон там. Посмотрите, как красиво. Да, давайте вот сюда. Вот сюда садитесь. Так, мы пришли вот в такой чудесный рыбный ресторанчик. И закажем вообще только рыбный здесь. Так, мы закажем рыбомеч. Юля, мелкие рыбки. И суп на всех попробуем. Вот единственный ресторан, я вижу, где столько рыбы. Там вообще не было. Да, рыбный городок. Может, это... Вот видите, Хелфигер, даже тут. Маленькие, в таких городках даже Хелфигер носят модные греки. Хелфигер, Нью-Йорк. А видишь, у него Хелфигер, Нью-Йорк. Чесночный. Надо попробовать, я видела. А, да? Берите нам каждому по кусочку. Спасибо большое. Так, сейчас я сниму. Это чесночный хлеб нам, да. А, там машины... Это вкусно. О, смотрите. Смотрите, как машины пригоняют. Да. Мы можем так же поехать. Давайте. Вот надо узнать. Так, вот такой супчик принесли. С рыбой, с оливками, с томатной пастой, морковка. Вообще вкусно. Это такой у них фирменный супчик. Да, тут несколько рыб. Да, всяких разных. Так, вот такие сардинки. Это ты, Юля, да, мелкую такую выбрала, заказала? Два вида, видимо, разных. И вот принесли вот этих рыбок. Это в масле похоже. Это как бы в муке, в кляре немножко. Это местная, свежевыловленная. Вкусная? Как? Нет, такие места. Варту-то, да? Ты что? Сочная, да? Попробуйте еще кто-нибудь. Кого? Рыбку. Такая лимонечка. Ладно, сейчас я попробую. Ну, горяченькая. Ммм, правда. Это же помидор. Ммм. Но борщи, я хочу сказать, это очень маленькие. Вот для сравнения, вот если мы там видели, которые, да? Это очень маленькие. Так, и вот такую заказали рыба-меч с овощами, с какими-то принесли. Вот такая она внутри. Юля, попробуй, а? Вкусно, нет? Ну, там прям как-то... Нет, не вкусно, нет. Потому что я разочаровалась здесь, да, в рыбе, которую нам дают там. Сухая была. Очень мягкая. Мягкая, да, точно. На гриле так же приготовленная. В общем, мы как сумасшедшие русские, быстро все сточили, съели, все, нам надо ехать. Официант подходит и говорит, take time. Возьмите время, отдохните, посидите, поешьте тихо. А мы чек тут же просим, нам дальше гнать надо. Вон те, да, только съели, все, чек нам сразу там ехать дальше. Он говорит, получайте удовольствие, вы на отдыхе, от работы. Вон там вот сидит компания. Они тихонечко едят, пьют. А мы... Ну, вот у них такая размеренная жизнь, у них этот фиеста. До пяти часов закрыто многие заведения. Ты тоже любишь себя, понимаешь? Вот так вот. Поэтому нам, конечно, это непривычно, какая фиеста. Вот, смотрите, какая симпатичная здесь, какой городочек. Конечно, опять зазывают, покушать. Народу не очень много. И вот так вот. Прям хотят, чтобы мы покушали у них. Hello! Вот такое вот, видите, местечко. Вот, посмотрите, как уютненько. Надо же. Кто бы мог подумать, что здесь туристы приезжают. Вообще на карте никто нам об этом городке даже не говорил. Это, конечно, ужасно. Вот так вот приставания, да, такие. Даже не хочется садиться уже никуда. Не говори. Он говорит, прямо чуть-чуть он не лег на меня. Сзади идет. Все хорошо? Все хорошо. Прям прижался аж ко мне. Ну, видимо, хотел, чтобы что-то купили. Очень навязчиво, так прямо скажем. Конечно, вот так очень все заманчиво. Вот сюда вот просто сесть, наслаждаться. Ну, знаете, когда ты турист, то времени в обрез. Хочется все посмотреть. Это вот в Калифорнии вот так вот. Когда живешь, можно сидеть там, вино дегустировать, смотреть на океан. Здесь как-то времени жалко не сидиться, потому что надо ехать, посмотреть по максимуму все. А заманушек-то таких много. Ну вот, люди сидят ведь, наслаждаются. Так, вон, Лена, идут сюда. В картинках тут реальная Греция. Вот пожилые люди. Знаете, по пожилым людям тоже можно уровень страны, наверное, определить, как вот они выглядят. И здесь вот реальные такие греки, гречанки, булочки. Такие, видите, я сейчас сестре говорю, и американских пенсионеров, когда смотришь, с бивозубыми улыбками, в бриллиантах все бабушки путешествующие. И, конечно, здесь местное население. Вот такое вот, с булочкой хлеба. Такой нелегкий труд, видимо, у греческих здесь крестьян. Ослики. Кошки. Смотрите, как красиво. Так весело у них. Все равно городки красиво, очень оформлены. Красиво. Смотрю греческую жизнь. Вот видишь, это наш пляж, куда мы должны попасть. Вот видишь, с розовым песком. Вот мы туда все едем. Если сегодня повезет, то да и местную жизнь показывают. Вот с этими баранами горными. Женщины красят. Видите, бело-синий цвет. Оливки у них тут. Камни какие-то. Оливки. В общем, вот такая жизнь в Греции. Прямо здорово показана. На открыточках. Смотрите, какой дизайн. Вино, сети, ракушки. Оливковое масло положить еще и все. Вообще классно. Я все не могу понять, как этот городок называется. Как он называется-то? Пострелевика прелести. Все, приезжайте, снимайте, живете два дня, наслаждайтесь. Да в любом городке можно. В любом городке здесь апартменты снимаете и балдеете. Тут купаетесь. Там кушаете, пьете вино. Наслаждаетесь видами. Ходят вон катера отсюда. Купили билетики, поехали. Доль побережья. Такие городки здесь. На машину сели и все. До любого. Вон, видишь. Вот прям по всей. А тут для этого, мам, нельзя съездить? Вот на экскурсии. Мама. Ну вот, пожалуйста, едете по Греции. Вот так вот везде все обезжаете. Что-то да найдете. А где розовый? Все, кошек кормят. Кто за что? Так, просто невероятно. Илья, слушай. Невероятная вода. Три варианта. Я говорю. Да, я слышу. Три варианта. А главное, как чисто. Посмотри, мусора вообще. Да. Смотрите, рыба какой. Другой вид рыб. Вот, поплыл. Видите? Мам, ты что убираешь? Побольше, как там была такая. Эй, жалко, что не взяли маски, конечно. Вот тут вообще. Пусть плавать, ехать на песке. Вон с берега плавай и смотри это все. Это шикарно, конечно. Мне, в принципе, все нравится. Ну. Кто вот знал, да? Тебе такой больше. Давай же поплавать, да. Что? Слушай, ну серьезно. Баба Оль, Юля. Да, конечно, тут вообще просто. Юля, говори, вариант. Первый вариант, едем на пески. Второй вариант, остаемся купаться вот тут. Вот. И третий. Вот, разве не чудесно вот тут пожить? Мне кажется, очень чудесно. Как сказка. И снорклингом позаниматься вот в такой воде. И посидеть вот в таких вот ресторанчиках. В общем, классно. Видимо, они еще не покупили до конца. Снорклингом позаниматься. Угу. Вообще, мне кажется, это очень затратные дороги. Ну, вообще. Это же вообще обалдеть. Угу. Обалдеть. Это все вот над нами сейчас нависать будет. Вот такие вот кошмары. Ну, и сколько камней мелких упал. Ужас. Посмотрите, сколько камней по правую сторону. Просто сыпятся. Такой резкий поворот. Обалдеть. А тут что-то остановили все. Видимо, очень красивые. Или что? Ну, да, выходит так же, как и вчера. Посмотрите, вот это прямо вот.